Всем привет! С вами Солид! Какой Солид? Автомобиль года лайв! Какой же у нас сегодня будет обзор, не имеющий аналога в мире? Ммм, наверное это будет Веста, наверное это будет Октавия, наверное это будет Солярис! Несу, несу, ватный мой, несу! Да вы совсем охренели, блин! Какая Ламборгини! Вы что, совсем зажрались в своей Москве? Давайте Патриот, давайте Ниву, да Дастер, например! Да успокойся ты, ватник, смотри какой у нас тут истребитель, практически армейская техника! Всем привет, друзья, с вами Автогоду лайв, мы продолжаем рассматривать Ламборгини Урус! Всем привет! Не знаю, как пришлось покалечить, чтобы получить эту красавицу, но мое уважение! Слушай, Ваговод, скажи, на кого ориентирована эта машина в России? Для богатых папеньки, сынков, блогеров и блогерок есть Хуракан и Авентадор! Если у тебя кризис среднего возраста, ты купишь себе какой-нибудь двухместный купе кабриолет, типа BMW за 4 или что-то такое! Если ты матерый мужик в возрасте, то твой выбор один! Лысина и кукурузер! Нет, дядь, это дейли суперкар для широкого круга людей! Для тех, кому не нужен весь этот головняк с низким клиренсом и жесткими ковшами! Это универсал для широкого круга людей, я говорил про это в первом видео! Да, это ж сколько мне придется испорченных РП съесть, чтобы заработать хотя бы на первый взнос! Ну че, Димон, тебе ничего не напоминает? Ну, напоминает, конечно, Q8, который мы снимали буквально недавно, но замечу, что сходство здесь только в трех мониторах и таких же колонках в торпеде, ну и немного кнопок! Салон максимально самобытный, со своими нюансами, которые пришли из автоспорта! Видно, что дизайнеры пытались перенести все лучшее из своих суперкаров в этот кроссовер! Маленькая и сильно обрезанная снизу баранка говорит о напористости и готовности разорвать любого в потоке! Салон напоминает кабину самолета! Огромное количество кнопочек, тумблеров, всего-всего! Но со временем ты привыкаешь и все становится интуитивно понятным! Вариаций отделки салона настолько много, что проще пересчитать количество отдыхающих в Сочи в этом году с помощью спичек, кучи расцветок, форматов кожи, карбона, алюминия и всего-всего-всего! Из этого конструктора можно собрать как элегантный, спокойный вариант, так и вырвеглазный! Эээ, синий каэн, белый кожа, ваша ау! Помимо всех плюшек, которые есть в автомобиле, есть немного странных моментов! Очень тяжело привыкнуть, что заводить автомобиль необходимо через тумблер на центральной консоли, хотя это прикольно, конечно! Передачу нужно включать через подрулевой лепесток, но что странно, так это огромный рычаг включения задней передачи, на котором есть индикаторы других передач, но включить можно только заднюю! Селектор слева со странным названием анима, это режимы движения! Причем итальянцам абсолютно не важно, что кто-то может не знать итальянский! Страда, улица! Со спортом все ясно, режим корса переводится как бег, и это режим дичайшего навала! Остальные режимы опциональны для оффрода, саби, песок, терра, земля или грунтовки, невес, снег! Справа режим эго, и тут можно задать индивидуальные настройки! Еще странно, что за 16,5 миллионов у вас не будет проекции и адаптивного круиза, за них нужно доплатить 544 тысячи! За ночное видение 228, цветной ремень будет стоить 76, а коврики 54! За подсветку попросят 261 тысячу, другая обивка руля и индивидуальная прострочка стоят 180 тысяч! В общем, на ценник 16 лямов можно не ориентироваться, лучше ориентироваться на 20, а наша версия стоит 23! Но это все мелочи жизни! Мультимедиа здесь на высоте, CarPlay, Android Auto, все в наличии! Аудиосистема тут такая же, как и в Audi Q8, которую мы рассматривали ранее! 21 динамик, баланс между высокими, средними и низкими частотами отстроен хорошо! В машине будет хорошо звучать как хип-хоп, так и рок-баллада! Базовый баланс аудиосистемы смещен к средне-верхним частотам! Не забываем, что мы в супер-кроссовере и тут есть задние двери и полноценный второй ряд! Посадочных мест сзади может быть 2 или 3! В случае выбора опции 4-х местный салон, они максимально комфортные и диван заменяется на отдельные ковши с огромным подлокотником в районе центральной консоли! Заднее мультимедиа, кстати, стоит почти 500 тысяч! Видно не судьба мне рассказать про салон, но расскажу хоть про багажник! Багажник большой, блин, это Lamborghini с огромным багажником 616 литров! Хватит и сумку для гольфа закинуть, и костыли, и пару ящиков шампанского, если вы, конечно, успели выплатить ипотеку! Обрадовало наличие двух аварийных треугольников, подстраховались парни! Можно и спереди, и сзади поставить, если уж совсем не повезло! Один у задней двери, второй находится в подпольном пространстве, там же, где и докатка! Но развеселило не это, а то, что оба треугольника забрендированы логотипами Volkswagen и Audi! Также слева есть кнопка для опускания и приподнятия кормы для более удобной загрузки в автомобиль! То есть в машине установлена пневма с активной функцией подавления кренов, которая питается от дополнительной 48-ваттовой системы! Но если вы думаете, что тут будет так же мягко, как в саплатформенных Q8 или Cayenne, то нет! Тут пневма жестче собраннее и спортивнее, еще задние колеса могут подруливать до 3 градусов! Рядом с этими кнопками есть заглушка, которая опционально превращается в кнопку электрофаркопа! Фаркоп! В ламборгини! Но с другой стороны, это же кроссовер! Да я хорош уже! Че подвигло, э! Спокойствие! Автомобиль оснащен 4-х литровым двигателем V8 с двумя турбинами! Мощностью 650 л.с. и 850 Нм крутящего момента! В паре с 8-ступенчатым автоматом этот агрегат скоряет УРУС до 100 км в час всего за 3,5 секунды! И может разгонять его до максимальных 305 км в час! Для сравнения, бензиновая версия кроссовера Bentley Bentayga с 608-сильным 6-литровым двигателем W12 набирает первую сотню за 4,1 секунды! А его максимальная скорость равна 301 км в час! Да, это ваговский мотор, который устанавливался в RS6 и RS7, Каен Турбо и Панамах! И это лучшее, что есть у корпорации на данный момент! Плюс силами ламбо он был доведен и стал мощнее, чем в вышеозвученных тачках за счет более производительных турбокомпрессоров и распредвалов благодаря системе выпуска и настройкам блока управления двигателем! Я уверен, что с завода у него просто нет соперников сейчас! Да, может какие-то там BMW-шники что-то натюнят и выбросят мотор через год! Но с завода в стоке УРУС лучший и на гарантии! Это чувак, который на фрица похож! Садись, садись, садись! Если ты матерый мужик в возрасте, то твой выбор одежды! Не ржи, пожалуйста! Нет, дядь, это Дэйли Суперкарп! Для тех ему не нужен весь этот головняк с жестким клиренсом! Я говорил про это в первом видео! Зато мультимедия здесь на высоте! Android Play! Карафта! Давай за нас! Мелыки жизни! Мультимедия здесь на высоте! Карафт! Но это все мелычи жизни! Оба треугольника забронтированы в Volkswagen Outer! Не весело ты это говоришь! Представь себе, что ты так вот взял! Разделила не это! Так же с левой стороны есть кнопки для опускания и подним... Так же с левой стороны есть кнопка для припускания и при... припускания! Спокойствие, Димон! 850! Нет, он метров! Неспокойствие, Димон! Если на секунду забыть стоимость данного автомобиля, напишите в комментариях, хотели бы его себе заполучить хотя бы на день! Понравилось видео? Ставь лайк и поделись им с друзьями! С вами были целых два Димона с наступившим годом БК! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok